Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 29 июля вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. В студии его ведущий Роман Шевченко. Начнем обзор с валютной пары евро-доллар. Торговая активность по основной валютной паре, как и в целом по валютному рынку, продолжает снижаться в преддверии оглашения результатов голосования по основной процентной ставке в США. Как следствие, в момент релиза может существенно увеличиться волатильность торгов на финансовых рынках. Общая ситуация на валютном рынке изменилась. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как открытый интерес сократился на 1,2% при незначительном ослаблении котировок пары, в то время как объемы торгов сократились более чем на 30%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается ниже средних значений за месяц и полгода. При этом волатильность торгов во вторник составила всего 78 пунктов. Это увеличивает риски развития импульсивного ценового движения. Продажи уже не целесообразны, при этом неспособность рынка зафиксироваться под уровнем поддержки 1,1010 указывает на потенциал роста котировок пары. Перейдем к паре GBPUSD. На фоне неожиданного увеличения объема чистых займов частными лицами в Великобритании, быки по паре продолжают рост к уровню сопротивления 1,5650, но активность покупателей остается умеренной в преддверии результатов голосования FOMG. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как открытый интерес вырос более чем на 2% при укреплении котировок пары. При этом объемы торгов не существенно изменились во вторник. Средняя дневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще остается в пределах средних значений за месяц и полгода. Это увеличивает риски роста торговой активности в момент оглашения результатов голосования по основной процентной ставке в США. Учитывая общее настроение рынка, актуальными являются лишь покупки при умеренных рисках. Как следствие покупки целесообразны при коррекции. Пара австралийский доллар доллар США. После тестирования уровня сопротивления 0,7350 активность покупателей снизилась, при этом дальнейшее ослабление пары также не происходит, что указывает на неопределенность рынка в преддверии оглашения результатов голосования по процентной ставке в США. Открытые позиции трейдеров все еще указывают на преимущество продавцов, так как открытый интерес сократился при укреплении котировок пары. При этом объемы торгов увеличились на 18,3%. Средний динамо волатильной за последние пять торговых дней остается ниже средних значений за месяц и полгода. Поэтому появление мощного фундаментального драйвера способно привести к развитию импульсивного ценового движения. Продажи целесообразны лишь до того момента, пока пара удерживается под уровнем сопротивления 0,7530. Но учитывая насыщенность новостного фона, а именно оглашение результатов по основной процентной ставке ФРС США и дальнейших комментариев, волатильность торгов может существенно возрасти. Поэтому трейдерам лучше воздержаться от торгов до оглашения результатов голосования. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы Фокус Рынка. Погрузитесь в мир финансовых новостей. Подписывайтесь на канал в YouTube Forex Fibo Group TV и получите актуальную информацию о Форекс от компании Fibo Group. Fibo Group. Ваша финансовая группа поддержки.